Танцы на льду – это не только спорт, захватывающее непредсказуемое зрелище. От накала страстей на льду музыки иногда просто не слышно. Локоны уложены, легкий макияж и с обязательной короткой программой у Конаковской фигуристки Марии Киселевой полный порядок. Вращение, дюпель, сальхов, тулуп, дорожка – все сложные элементы танца юной спортсменки, казалось, со стороны даются легко. Судьи из Москвы оценили выступление Марии высоко, дав ей первое место. Через эмоции в танце у юной чемпионки выражено все ее отношение к фигурному катанию. Больше нравится танцевать, показывать, когда выходишь на соревнования, больше не то, что соревнуешься с кем-то, а больше показать то, что ты сама умеешь всем остальным. Соревнования проходили целый день. Среди всех участников только три конаковские фигуристки, но с призовыми местами. В младшей возрастной категории второе место заняла Радмила Пономарева. Лиза Синицына, третья конаковская участница, пока не показала никаких результатов. Однако, как говорит их тренер Ксения Шевцова, это только начало, поскольку фигурное катание в Конаково потихоньку набирает обороты и успешно развивается. Очень правильно, что начали это все делать, потому что детки маленькие, они как раз, фигурное катание начинается с раннего возраста, они сейчас переходят 3-4 года, начинают, через 2 года уже вы увидите всех на соревнованиях. Я думаю, что и для родителей, и для детей это большое счастье, иметь каток, такой почему красивый и хороший. Фигурное катание – один из красивейших видов спорта. Отрадно, что теперь он есть и в Конаково. Эти соревнования стали важным событием для наших юных фигуристок. Пройдет еще немного времени и, возможно, в списках победителей появятся новые имена конаковских спортсменов.